Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! В жизни Ильи Ибарова началась черная полоса, мужчина заболел и прогнозы врачей совсем не утешительные. Напомню, накануне Илье стало настолько плохо, что мужчине даже вызвали скорую помощь прямо на поляну. Ибарову поставлен диагноз – хроническая язва желудка. А вчера Илья пожаловался на дороговизну медицинских услуг, которые ему понадобились из-за заболевания. Что же стало причиной болезни Ибарова? Неужели поедание всего подряд из холодильника Дома 2, что пришлось скорую помощь вызывать? Еще несколько дней назад стало известно о безобразной потасовке Анны Мадан и Анастасии Балтер. Тогда же Аня обратилась к фолловерам и показала, как ей расцарапали ногтями лицо, после чего призвала гнать таких участников, как Балтер за ворота. Вот теперь у зрителей представилась возможность увидеть все своими глазами. Судя по анонсу будущего эфира, Настя резко среагировала на оскорбление со стороны Мадан и без раздумий кинулась в драку. Причем ранее на вечеринке по случаю своего исправления Настя клятвенно пообещала больше никогда не распускать руки. Разгоряченные алкоголем и эмоциями участницы вцепились друг в друга мертвой хваткой, а стараний и уговоров морсяги не хватило на то, чтобы их утихомирить. К слову, перевес сил был явно на стороне Мадан. Правда, почему-то именно она пострадала больше соперницы. Попытки Кристины Буханбалте построить отношения с Евгением Ромашовым закончились провалом. Впрочем, зная девушку, это абсолютно никого не удивило. После недавних откровений девушке о бывшем стало понятно, как сильно она завысила планку. Кристина решила похвастаться подарками от заграничного ухажера. Если верить девушке, избранник охотно баловал ее и редко дарил что-то дешевле 20 000 евро. Причем, эта сумма для участниц Дома-2 звучит вполне нормально. Буханбалте убеждена, мужчина просто обязан содержать возлюбленную и ни в чем ей не отказывать. С такими запросами Буханбалте предложили искать жениха за воротами. Мало кто сомневается, состоятельные мужчины никогда не придут на проект. Ирина Пингвинова сделала откровенное признание. Девушка рассказала об окончательном расставании с Дмитрием Чайковым. Вот что написала Ира. «Мне до сих пор не верится, что это все происходит со мной. Прошло уже полторы недели, я молчала. Было противно об этом сообщать. Этот вечер, к сожалению, навсегда останется в моей памяти. Вечер, когда растворились в сером тумане мои воздушные замки. Вечер полный разочарований и самых горьких слез в моей жизни. Мы не будем никогда семьей. Не могу сказать, что я дура, я просто хотела обрести семью. Но вместо этого я просто создавала иллюзию этой семьи. Мечтала о свадебном платье и о словах «любимая, спасибо за дочь». Твердила всем, вы ошибаетесь, он меня любит. Я мечтала об этом. Нескончаемая боль и обида. Этот знакомый ком в горле. Нужно быть сильной и идти дальше. Единственное, что я могу себе сказать. Пусть он будет прекрасным отцом, но, к сожалению, уже никогда не станет моим мужем. Я сделала все, что было в моих силах, но я так и не смогла заслужить его любовь. Наверное, и не нужно было заслуживать. Тебя либо любят, либо нет. Плевать, я еще расправлю свои крылья. Спасибо за дочку, что у меня под сердцем. Эта девочка послана мне судьбой. Она должна была появиться в моей жизни. Космическая любовь к той, кого я еще не видела. И я сделаю все для нее, обещаю. Друзья, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик и оценить это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость сайта шлок. Ульяна Павлова, несмотря на то, что объявила кастинг и хочет строить отношения на телестройке, продолжает изводить Максима Мельника. Делает она это там, где он спит. Подкладывает тухлые яйца, шарики с водой, рисует плакаты, а в дневном эфире Дома 2 Ульяна пришла к Максу в комнату, чтобы вернуть ему лапшу, которую он вешал ей на уши. Откуда у Павловой такие понятия, что нужно после себя оставлять грязь, а стать счастливой можно лишь в том случае, если твоему бывшему парню плохо. С одной стороны, она говорит, что ждет парня, хочет создать пару и строить отношения. С другой ведет себя безобразно, раскидывая по комнате макароны. Пингвинова жалуется, что в той комнате, где хранятся ее вещи, Павлова устроила свинарник. Уже были об этом новости, а Ульяна не останавливается. Сегодня в дневном выпуске выяснилось, что Павлова таким необычным методом добивается извинений от Максима, который ее использовал и бросил. Хочет, наверное, чтобы он ей цветы подарил и при всех участниках на ток-шоу встал на колени, вымаливая прощение. А не боится она в результате своих манипуляций получить от него позагривку. Скоро узнаем. Анастасия Голд обратилась к своим антифанатам с огромной просьбой. Супруга Ильи Яббарова просит хейтеров не стараться и не поливать ее грязью в социальных сетях. Голд не видит проблем в своей внешности, она себя любила до операции и любит сейчас с новым носом и новым бюстом. Не ищите во мне изъяны. Я становлюсь только краше и останавливаться не собираюсь, пишет Анастасия своим недоброжелателям. Настя Голд так редко в последнее время появляется в эфирах, что зрители о ней практически забыли. Есть где-то на Доме 2 жена Ябарова или застряла у косметолога, приходит в студию на ток-шоу или нет, разницы никакой. Возможно, у нее есть поклонники, которые советуют убрать челку, считая неудачную прическу главной проблемой этой участницы. Но эксперименты, которые планирует Голд, заставляют задуматься, почему она пытается привлечь к себе внимание. Голд уверяет хейтеров, что ее нельзя сломать и привить в комплексы с помощью негативных комментариев. Веру в себя девушка не теряет, подбирает на данный момент новый образ. А врагам из соцсетей советуют заниматься своей жизнью, не зацикливаясь на ее недостатках. А кто зацикливался? Кто вообще про нее вспомнил, учитывая множество новых проектных историй и скандалов? Даже новенькая Ульяна Павлова во время первого конкурса «Человек года» проявила себя как личность и человек с амбициями. По сети поползли слухи об уходе Дмитрия Дмитренко и Ольге Рапунцель. Правда, не успели хейтеры порадоваться, как сама Ольга расставила все точки над «и» в этом вопросе. Судя по всему, в ближайшие годы об этом не может быть и речи. Рапунцель дала исчерпывающий ответ по поводу того, что сейчас творится в периметре, признав, что ей не просто оставаться спокойной. Однако отправляться за ворота им с Димой оказалось пока рано, тем более, что на кону снова стоит желаемая многими квартира в Москве. Ольга не скрывает, что не против снова победить в конкурсе «Человек года» и получить главный приз. При этом, по мнению самой Оли, ее шансы на победу велики, ведь ее все еще по-прежнему активно поддерживают телезрители. Скандалом в конечном итоге обернулось расставание Ульяны Павловой и Максима Мельника. Зрители уже стали свидетелями жестокой потасовки бывших, которую пришлось разнимать Алексею Безусу. К слову, тогда же выяснилось, тихая скромная Павлова на деле может быть более чем агрессивной. Стало известно, что девушка уже нашла себе новую жертву в поле зрения Павловой неожиданно попал Никита Барышев. Несмотря на то, что сам молодой человек в отпуске, он горячо поддерживает Ульяну в противостоянии с Максимом и не против личного общения. Впрочем, все карты девушки может спутать Анастасия Стетевят. Ни для кого не секрет, долгое время Никита был страстно влюблен в блондинку и вряд ли за последнее время что-то кардинально изменилось. Влад Кадони сегодня развеселил своих подписчиков, ходил с телефоном по общему дому и разговаривал с участниками. Ведущий выяснял, какие изменения произошли за кадром, кто собирается строить отношения, а кто сачкует. Владу удалось узнать, что у Сергея Захарьяши конфликт с участницами Дома 2. Захарьяш считает, что в женской спальне одни страшилы, ему неприятно с ними даже разговаривать. Эфир, который анонсирует Кадони, выйдет через неделю. Захарьяш находится в ссоре с Ульяной Павловой, которую он обозвал жирной коровой в ответ на ее оскорбление. Павлова называет Захарьяша тупым качком. Говорит, что у Сереги низкий интеллект и на проекте таким людям делать нечего. Никто не приходит к Сергею на кастинг, пора ему отправляться домой. Уже были новости, что домой Сергей не хочет и ждет девушку мечты, с опаской поглядывая на Настю Балтер. В последнее время принято считать, что Захарьяш зажрался, что требует невозможного, а он всего-навсего большой мечтатель. Сергей обещает Павловой разогнать женскую спальню, убрать быдло и хабалок, а на их место набрать нормальных девчонок. Женщина должна быть похожа на женщину, заявляет Захарьяш, а Ульяна, по его мнению, не похожа. Вдобавок, она ему неинтересна. Марсиагон считает человеком с нарушенной психикой и особо симпатичных свободных девчонок на Доме-2, если ему верить, сейчас нет. Ну а кто в этом виноват? Половинки из женской спальни тянутся к половинкам из мужской и приходят по понедельникам в поисках любви. Только никому из них не нравится зеркальное отражение. Это были все новости на сегодня, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!